Прокуратура нашла в Кирове недоступные для инвалидов аптеки. Суд начал рассматривать дело 15-летней девочки-подростка, которая упала на гололеде и получила перелом лодыжки. А с апреля материнский капитал будут оформлять автоматически. Эти и другие новости подробнее в рубрике «Короткой строкой». Прокуратура Октябрьского района в хозепроверки наказала аптеки и почтовые отделения за недоступность для инвалидов. Выяснилось, что четыре аптеки в Кирове не оборудованы стоянками для специального транспорта. Из-за этого доступ инвалидов к объектам ограничен. Также установлено, что руководство не обеспечивало их услугами дистанционно. Нарушения нашли в аптеках на Свердлово, Преображенское, Чернышевского и Сутылино. Также недоступными признали почтовые отделения на Пятницкое, Дзержинского и Кольцово. Руководителям внесли представление об устранении нарушений. 12 марта в Первомайском суде прошло первое заседание по делу 15-летней девочки-подростка, которая получила переломы лодыжек на гололёде на улице Некрасова. По ходатайству администрации в качестве соотвечика привлекли управление дорожной и парковой инфраструктуры, а по требованию родителей – гордоромострой. Из-за травмы средней степени тяжести девочка перенесла уже две операции и предстоит третья. Её родители считают, что за этот инцидент должна отвечать администрация и требует с неё 120 тысяч рублей моральной компенсации. Мэрия вину не признаёт. Рассмотрение дела перенесли на 30 марта, так как суд потребовал предоставить материалы проверки следкома. На должность главы администрации Кирова претендуют три кандидата. Это Альберт Бекалюк, Дмитрий Осипов и Вячеслав Семаков. На заседании конкурсная комиссия рассмотрела их заявление. Теперь кандидатов ждут испытания, тестирование на знания основ российского законодательства и собеседование. Конкурс на замещение должности главы администрации города Кирова назначен на 16 марта. Материнский капитал будут оформлять автоматически с 15 апреля для получения сертификата писать заявление большинству семей не придётся. Все необходимые сведения Пенсионный фонд получат самостоятельно. После рождения ребёнка туда поступит информация из единого реестра записей актов гражданского состояния, в которых уже содержатся все необходимые данные о ребёнке и его родителях. Для ускоренного оформления сертификата стоит зарегистрироваться на портале Госуслуг.